В Магадане по улице Октябрьской начал свою работу бассейн. Тренировки для детей с ограниченными возможностями провели уже несколько раз. Со сборной области занимаются два профессиональных тренера. Сейчас ребята готовятся к всероссийским соревнованиям, которые стартуют в ноябре в Башкортостане. Также ребята занимаются и другими физическими упражнениями. Также мы проводим тренировочный процесс в спортзале, это у нас ОФП, здесь в бассейне «Дельфин» и также на «Парковой». Мы тоже проводим такие тренировки, там подготавливаем ребят физически, то есть развивающие упражнения и силовые, и на быстроту, то есть на силу, ловкость и так дальше. По возрасту у нас эта группа на данный момент есть дети 15, 16 и 17 лет, разновозрастные, ну это вот ребята с разными нарушениями, то есть такого возраста. Бассейн оборудован двумя плавательными чашами. Большая – 25 на 8,5 метров и лягушатник. Температура воды – 28 градусов, воздуха – 34. Посетить учреждения могут не только воспитанники школ, но и все магаданцы. Согласно расписанию, прийти в бассейн можно вечером, с понедельника по четверг, а также в выходные дни. Работает массовое плавание, то есть бассейн открыт для посещения магаданцами, то есть в вечернее время платные группы работают, приходите и занимаетесь здесь плаванием, либо общей физической подготовкой. Ждем магаданцев, которые любят в воду поплавать в наше уже холодное время в теплом бассейне. Всех приглашаем, всех ждем. Магаданцы с восторгом признаются друг другу, что давным-давно не видели столь масштабных строительно-ремонтных и благоустроительных работ. Вероятно, сравнивать столь большие стройки и в таком количестве можно лишь с временами позднего СССР, когда Магадан строился целыми микрорайонами. Вечерний Магадан продолжает следить за ходом благоустройства и в этом сюжете расскажем об асфальтировании дворовых территорий на улице Марчиканская, 31 и набережной реки Магаданки, 55. За комментарием мы обратились к руководителю отдела дорожного хозяйства департамента САТЭК областного центра Василию Рыжкову. Что мы имеем на сегодняшний момент по исполнению наших планов? У нас полностью закончена дворовая территория Марчиканская, 31. Там небольшая дворовая территория, 1500 квадратных метров. Но в любом случае эти работы выполнены и мы в ближайшие дни будем уже принимать. Большая дворовая территория сейчас благоустраивается по улице набережной реки Магаданки, 55. Кроме этого у нас двухлетний контракт, это набережная реки Магаданки, 55 с корпусами, там 1, 2, 4, набережная 59 с корпусами, очень большой двор. Там 9,5 тысяч метров асфальтирования и бордюрных камней, километр 900. Ну, в любом случае сегодня, завтра туда выходит уже подготовка сделана подрядчиком. Следующий. Сегодня в сквере морской от знаменитого магаданского «Мамонта» стартовал автопробег «Страна энтузиастов». Автолюбители планируют преодолеть маршрут, включающий в себя 40 регионов и свыше 20 городов нашей страны за 50 дней. Общая протяженность маршрута составит более 25 тысяч километров. Проект поддерживают бренд «Континенталь» и «Рустуризм». Вчера на пресс-конференции лидер команды Андрей Леонтьев рассказал о цели проекта. История следующая. Мы очень любим ездить по стране. Мы очень хотим, чтобы людей, ездящих по стране, было все больше и больше. И мы очень хотим, чтобы люди не боялись это делать. И вот каждая наша экспедиция, их уже у нас там было порядка 50, они все, в общем, имеют примерно один и тот же посыл. А вот содержание может быть абсолютно разным. Организаторы автопробега ставят перед собой несколько задач. Показать, что по территории всей России можно ездить на обычных, неподготовленных автомобилях. Также путешественники хотят показать способы решения различных проблем, встающих перед разными людьми. Это проактивность как образ жизни. Сегодня съемочная группа «Вечернего Магадана» взяла небольшое интервью у Андрея Леонтьева прямо перед стартом экспедиции. Мы в Магадане финишировали пять раз, но ни разу не стартовали. То есть это наш первый старт из Магадана. Мы оставили самый такой, наверное, интересный, романтичный, самый эмоциональный кусок на начало экспедиции. К тому есть несколько причин. Прежде всего мы хотим успеть по погоде, пока у нас не прекратилась навигация на реках, чтобы мы успели на паромы. Страна у нас пока не вся еще связана мостами. Поэтому вы как-то существуете, к сожалению, пока отдельно, пока Алданский мост не построили. Поэтому нам надо успеть. Это первое. Второе. Ну, наверное, надо когда-нибудь попробовать ехать из востока на запад. Учитывая, что день сейчас сокращается, поэтому мы поедем как раз с севера, захватим сначала север, север, потом пойдем на юг, чтобы у нас дни были длиннее по съемке. То есть технологически и эмоционально для нас важно было в этом году стартовать именно так. Путешественник рассказал, что его команде удалось найти на Колыме своего первого героя, о котором будет снят сюжет. Рассказ о людях страны-энтузиастов – одна из главных целей автопробега. Наверное, очень хорошо, что мы сразу здесь на Колыме нашли нашего первого героя, Ивана Александровича, в Ягодном, с его потрясающим музеем. И это тоже очень, наверное, важно будет узнать и всей остальной стране, что даже там, где плотность населения стремится, в общем, к минимуму, где такие огромные, совершенно пустые пространства, есть тоже люди, которые, в общем, на своем месте пытаются не оставаться задушными к тому, что происходит, пытаются без всякой помощи сторонней делать что-то очень важное для того, чтобы мы помнили нашу историю, чтобы правильно выстраивали будущее. Всегда интересно узнать мнение путешественника о нашем родном Магадане. Андрей Леонтьев может уверенно сравнивать, ведь он приезжал в наш город пять раз в разные годы. Вы знаете, я каждый раз приезжаю в Магадан, с одной стороны, грущу, потому что я вижу вот эти вот шанхайчики, вот эти вот гаражи, вот эти вот заборы, которые падают уже на дороге. Вот, с другой стороны, я вижу, как город меняется к лучшему. И то, что происходит в Магадане, вот то, что я увидел сейчас, не будущее здесь три года, то изменения, конечно, радикальные, и они не могут не радовать. Мы вчера даже пытались найти, то есть мы понимали, что мы будем стартовать от мамонта, но мы уже нашли вчера как минимум четыре еще точки, откуда можно стартовать, где можно поднять коптер и можно показать красоту вот этого далекого, очень для многих загадочного города. Магаданцев приглашает. Участникам предстоит посоревноваться в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер. Финалисты каждого тура и гранд-финала получат ценные призы от партнеров, а победители – сертификаты на путешествия по России. Для этого нужно собрать команду из пяти человек и подать заявку на сайте Лиги Знаний. Участие в проекте бесплатное. Первый сезон Лиги продлится в течение года и завершится в сентябре 2022. В его рамках организуют три больших тура. Отборочные игры будут проходить онлайн каждые две недели. Финалы каждого тура и гранд-финал сезона для 48 команд состоится в очном формате в Москве. Как перечисляют ежемесячную выплату на ребенка? Если заявление одобрят, когда будет поступление денег? Рассматривают заявку в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок – 30 рабочих дней. Если положительное решение по заявлению будет принято в том же месяце, когда оно было подано, то первое перечисление средств будет осуществляться с 1 по 25 число следующего месяца. Если заявление подано в одном месяце, одобрили его в следующем месяце, то первая выплата будет осуществлена в течение 5 рабочих дней после принятия решения, но не позже 25 числа.